Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Все привыкли, все подсели Я много людей знаю, которые после чемпионата мира полюбили футбол Ну, по крайней мере, не то чтобы полюбили, влюбились в него, можно так сказать И даже хочется сагитировать, не забывайте футбол У нас есть свой чемпионат, который очень интересный И на чемпионате мира, в конце концов, футбол не заканчивается Конечно, такого праздника, который был этим летом, может быть, и не будет Положа руку на сердце, все-таки вот та же Никольская улица Та же Красная площадь, которая была вся в туристах Но это было очень круто, но такое бывает раз в жизни Но, тем не менее, у нас огромное наследие осталось У нас классные стадионы У нас игроки хорошие, звезды есть настоящие У нас эмоции до сих пор у всех И надеюсь, что это поможет нашему футболу стать еще лучше Слушай, смотри, мы об этом вот с коллегами, с твоими уже говорили Но, тем не менее, все-таки хотелось... Потому что много было опасений Вот до начала чемпионата мира И когда он уже стартовал, и когда уже закончился Говорили о том, что много стадионов, крутых, современных, модерновых Да, и что с ними делать? Потому что не на всех будут проходить матчи внутреннего чемпиона Ну, как выясняется, на всех почти играют Вот в итоге, да, что получилось? Даже в низшем дивизионе Сарански Первых двух матчах там было по 25 тысяч человек приходило Город маленький, команда не в премьер-лиге, замечу Тем не менее, заполнялись стадионы И сейчас мы видим прекрасные картинки из Самары Которая вышла в премьер-лигу из Ростова Там отличная посещаемость, антураж великолепный И это очень похоже на чемпионат мира, действительно Слушай, ну а есть ли, я могу ошибаться, поправь, пожалуйста Есть ли города, в которых просто нет команды, а стадион построен? Если, только если Сочи, то там команда сейчас появилась Хоть она и совсем низкого уровня тоже Но, тем не менее, там она есть, и там тоже будут играть То есть Волгоград занят у нас Нижний Новгород тоже команда есть Сочи есть Саранск есть, как выяснилось Калининград есть, Саранск есть Ну, Москва-Питер понятно Самара есть, Москва-Питер, все занято Просто в некоторых не премьер-лига, но, тем не менее Народ ходит, народ любит футбол И народ доказывает, что если вы нам создадите, ребята, комфорт Если будут классные трибуны, если близко поле будет А не как в Лужниках в 90-е, там с бинокля, когда можно было смотреть Мы будем ходить Ну да, после этого хочется сказать нашим футболистам Вот попробуйте теперь плохо играть И тем более у нас сборная так выступила, что народ должен был понять, что ну футбольная страна как-никак Конечно, у нас много минусов, ну есть они именно в плане футбола Там и зависимость от бюджета, и клубы умирают некоторые профессиональные Но, тем не менее, все равно много хорошего тоже Слушай, ну а вот возвращаясь к Чемпионату мира по футболу Вообще, он как-то повлиял кардинальным образом на состояние наших футболистов? Российских, которые играли за сборную, безусловно Я почти убежден в этом, что каждый из них стал сильнее намного Они сейчас уставшие, они сейчас, может быть, эмоционально опустошенные Но спустя время мы поймем, что они должны стать круче Но мы еще поговорим о тех, на кого, возможно, тоже повлияло, кто не играл в сборной Это тоже, мне кажется, интересная тема Друзья, у нас небольшой перерыв, в стране о спорте скоро вернемся Друзья, телерадиоканал Страна ФМ, время спорта В стране о спорте, вернее, продолжается на телерадиоканале Страна ФМ Ну и время спорта, потому что у нас, да, собственно, все правильно Корреспондент из Дательского дома Спортэкспресс Михаил Гончаров у нас в гостях Миш, мы вот тут за эфиром говорили по поводу Кокорина Я думаю, что многим будет интересно, он же не попал в сборную из-за травмы Да, что сейчас с ним происходит, когда он выйдет, как у него вообще дела? Он уже близок очень к восстановлению, потому что он порвал весной связки На это восстановление от этой травмы требуется, как правило, 5-6 месяцев То есть, я думаю, уже где-то в сентябре, в октябре мы его на поле, собственно, и увидим Он сейчас тренируется с ограничениями в общей группе Но пока вот в двух первых матчах на поле не выходил Ну это хорошая новость, потому что до сентября осталось там буквально считанные недели Ну конечно, конечно, да, то есть вроде бы все хорошо С плюнем, чтобы не сглазить Он себя чувствует нормально, и на нагрузки реагирует тоже нормально Может быть, ему как-то такую моральную поддержку окажет его ближайший друг Артем Дзюба Сегодня просто было интересно, я сейчас напомню всем слушателям и зрителям Говорил о новостях, и спросили у Кокорина по поводу навигатора, который озвучил Дзюба И спросили, вы слушаете ли вы Дзюбу у себя в машине Он сказал, что с ним на связи и так практически 24 часа в сутки Если еще он будет в навигаторе, у меня голова лопнет просто Они действительно близкие друзья такие Да, они два близких друга, они сдружились, причем сразу, как вот Кокорин Сначала Дзюба в «Зените» появился, потом Кокорин И сразу сдружились Причем в Инстаграме постоянно вместе появляются За их Инстаграм я вообще всем советую последить Потому что они там такие иногда выдают штуки В любви друг к другу признаются, в шутку, естественно Ну там какая-то даже была история, романтическая пара Романтическая пара была, вот это вот, то, что фанаты сделали, да? Переделывали разные киношки, скриншоты из них, было весело очень следить Действительно атмосфера сейчас в «Зените» прекрасная, там новый тренер Дзюба вернулся, он же был в ссылке весной И думаю, что это очень поможет, кстати, «Зениту» в новом чемпионате Но это хорошо, когда действительно у классных футболистов есть не только класс футбольный Но еще и чувство юмора и самоиронии Тем более сейчас у Дзюба все хорошо Он был вроде бы, можно сказать, падал-падал-падал вниз Непонятно, кому нужен, непонятно, где играет И тут такой вот прекрасный чемпионат мира Настроение потрясающее Дзюба, герой нации Кто не знает, у него даже количество подписчиков в Инстаграме С 200 тысяч выросло уже до полутора миллионов Это вот за время чемпионата, да? Это за время чемпионата мира и после него Он просто сейчас самый популярный спортсмен в России, мне кажется Он действительно был герой, это вполне заслуженно Я могу даже судить, мы об этом говорили Я думаю, не грех повториться, потому что вот даже дети, которые играют Раньше это были Роналды и так далее и прочие, да, все звезды То сейчас у нас играет уже Акинфеев, Дзюба И так далее Это здорово, потому что мы видим, как на глазах наших героев появляются новые Кстати, мог бы еще один герой быть Федор Смолов Кстати, мы о нем тоже можем поговорить А мы можем о нем поговорить прямо сейчас Прямо сейчас, да Человек меняет клуб Скорее всего, он переходит из Краснодара в Локомотив Локомотивчик в России Я сегодня видел заголовки в новостных лентах Но пока еще совсем там, я насколько понял, непонятно Пока это на уровне каких-то просто идей У Смолова в отличие бывает же такое Вроде бы Смолов был героем, а Дзюба антигероем И бац, за два месяца все переменилось Теперь Смолов и голы не забивают Важные пенальти там исполняет Пижонский И в аварии попадает в Краснодаре Все, наверное, слышали, что как-то неудачно И вот сейчас такой шанс изменить карьеру Он, если перейдет в Локомотив, то он, во-первых, перейдет Из такого скромного клуба к чемпионам Локомотив и чемпион у нас И он сможет сыграть в Лиге чемпионов, в которую он никогда не играл Слушай, ну вообще такое ощущение, что у Смолова Какие-то, мне кажется, последний год какой-то такой Не очень неудачный, мягко скажем Есть такое Да я бы не сказал даже не год, наверное, а вот последние полгода Ну полгода, может быть, да, все-таки точно Началось, может, даже четыре месяца И причем неожиданно, на ровном месте Потому что, казалось, Смолов был, наоборот, самым крутым футболистом Вот последние два года Он был лучшим бомбардиром Он был, трижды признавался, поверьте, нашего издания Лучшим футболистом вообще страны И даже это май его признали Его футболисты, сами футболисты и тренеры признают Лучшим футболистом страны То есть это не только болельческое признание Это именно специалистов И вот за два месяца так все резко изменилось И это, наверное, психология именно Потому что, ну, от неудачи притягиваются друг к другу И очень интересно, что будет с ним дальше Ну вот я тоже хотел сказать Человеческий фактор, это все понятно Конечно, он играет большую роль Но все равно такое ощущение, что это какое-то вот такое странное случайное стечение обстоятельств у него Ну как, есть такой снежный ком Ну как и у всех, собственно Что ж футболиста не видишь Все налепилось и надо как-нибудь этот снежный ком сейчас сломать Разбить и все изменить Миша, давай прервемся ненадолго, друзья «Страна о спорте» продолжается на телерадиоканале «Страна ФМ» Скоро вернемся к вам в эфир У нас «Страна о спорте» прямо сейчас продолжается корреспондент из Дальского дома «Спортэкспресс» Михаил Гончаров у нас в гостях Миша, еще раз доброе утро Еще раз доброе утро Говорим мы о футболе и мы с тобой планировали поговорить о том, кто где играет, кто куда уходит Куда кого пригласили и куда кого, соответственно, не пригласили У нас в итоге кто куда уходит Мы ждали, что вообще чемпионат мира поднимет стоимость российских игроков И это произошло Российские игроки есть, которые сыграли очень круто Но, конечно, сложности в том, что для того, чтобы уехать в Европу, одного чемпионата мира недостаточно Надо играть так, во-первых, постоянно, всегда И в Лиге чемпионов, и в чемпионате, и за сборную А, во-вторых, надо быть как можно моложе Поэтому Дзюба, который сыграл лучше всех, наверное, в нашей сборной Никуда не уехал и вряд ли уедет, но ему уже 30 и не тот этот возраст Хотя он в Англии бы сыграл, мне кажется, в любой команде Слушай, ну вот для меня, как дилетанта футбольного, я, конечно, следил очень внимательно Но, тем не менее, смотри, 31, ну есть же люди, которые в 38 То есть, ну, 5 лет у него в любом случае, мне кажется, в запасе есть Или это слишком мало для того, чтобы уйти в солидный клуб какой-то? Все равно, во-первых, клубы боятся, во-вторых, у него трансферная стоимость высока Он играет в «Зените», «Зенит» за дешево не отдаст И клубы сто раз подумают, покупать ли за такие деньги Дзюбу, который, да, очень подходит, например, к чемпионату Англии Или можно купить, извините, африканца, который помоложе, который тоже прыгучий, высок и адаптирован к такому футболу Надо быть молодым У меня надежды были Акинфеев тоже Один из лучших рутари чемпионата мира он был Но он просто не хочет уезжать никуда Он любит Россию, он любит березки Вот это все И ему тоже уже за 30 Поэтому, естественно, надежды были, что едут молодые В первую очередь, это «Головин» Надежды оправдались «Головин» — это самый крутой трансфер за всю историю российского футбола с точки зрения дороговизны 30 миллионов евро в Монако Монако — отличный клуб для него, подходит, будет интересно сейчас следить Там русские владельцы, там ставка на молодежь, он может поднять стоимость и до 100 миллионов, надеюсь И уехать куда-нибудь там в Челси До 100 миллионов — это реальная сумма, ты считаешь? Я думаю, вполне Потому что сейчас футбол сходит с ума Сейчас тот же Мбаппе, который чемпион мира составил Франции Он примерно ровесник, чуть помоложе «Головин» он, по-моему, тоже в Монако, кстати, играл И из Монако перешел в ПСЖ за 170, нет, даже, по-моему, за 200 Я боюсь ошибиться в цифрах, но там 200 миллионов его, что-то в районе того Взяли самый дорогой футболист мира Нет, не самый дорогой, там «Неймар» потом, но очень дорого На «Неймар» у него 350, по-моему, было, если мне помнить 220, по-моему, 220, да, даже Что-то такое Ну, это было очень дорого И думаю, «Головин» вполне может до 100 дотянуть, если будет играть Вот Были еще надежды на мирничков молодых, тоже относительно молодых Они хорошие игроки, но они просто не играли в чемпионате мира Потому что, ну, не попадали в состав Поэтому, соответственно, единственный, кто мог уехать после чемпионата Это «Головин» и он уехал Слушай, у меня к тебе вопрос, как к спортивному эксперту Знаешь, какого характер? Вот ты заговорил, в частности, о «Неймаре», да? О зарубежных звездах Хотелось немножечко побольше об этом А, а мы сейчас перервемся Да, у нас небольшой перерыв Но я хотел по поводу «Неймара» Стоит ли он этих денег? Давай подумаем сейчас И чуть позже вернемся, ответим на этот вопрос Страна ФМ и Спортэкспресс представляют Стране о спорте Лайф Друзья, Стране о спорте На телерадиоканале «Страна ФМ» продолжается Корреспондент из Дайского дома «Спортэкспресс» Михаил Гончаров у нас в гостях Миша, еще раз доброе утро Говорим мы сегодня о футболе И мы с тобой хотели поговорить о звездах Мы с коллегами с твоими много говорили Но поскольку тема такая нечерпаемая И до сих пор горячая Несмотря на то, что чемпионат мира завершился уже практически месяц назад Речь конкретно о том Стоит ли Вот говорили о «Неймар» Самый высокий Самый дорогой трансфер Самый дорогой трансфер Выяснилось, что 230 миллионов евро Да, 230 миллионов евро Это «Неймар» обошелся по СЖ год назад Ну вот, собственно, и в чем вопрос-то В том, что мы посмотрели практически на всех звезд Они все были у нас в России на чемпионате мира по футболу И, собственно, за исключением Здесь мы с тобой разошлись немножко во мнениях За исключением Роналда, как я считаю Остальные не смогли себя показать, мягко говоря Да, и Роналду тоже сыграл первый матч Три гола забил Испании А потом вроде все уже закончился И в 1-8 вылетел уже Хотя, конечно, игрок хороший по сравнению с остальными партнерами Звезды, да Звезды, наверное, на этом турнире общепризнанные Себя в меньшей степени проявили Это касается и Роналду, и Месси, и Неймара Все сыграли ниже своих возможностей Салахом нас пугали очень Салах больной приехал, еле там ходил Жалко его было Я его в Грозном прям вживую видел Человеку очень больно было Слушай, ну может быть, на самом деле Вот, кстати, может быть, не стоило его выпускать вообще? Ну зачем? Ну он рисковал Он очень рисковал И видно было, даже когда с Россией играл Что человек просто не может нормально координировать, двигаться Но было видно, что человек играет либо на уколах Либо в бандаже А может и то, и другое И ему явно дискомфортно Если бы что-то случилось более серьезно Мог бы вообще на полгода выпасть И тогда бы Ливерпуль бы Спасибо бы не сказал сборной Египта Ну хорошо, что обошлось Но кто выстрелил из звезд Это, наверное, может быть, только французы Это истинный звезд Мбапе, который молодой Будущая суперзвезда Я думаю, он станет как раз тем, кто побьет трансферный рекорд Я думаю, за 300 миллионов Его какой-нибудь Реал со временем продадут Если день, конечно, появится Игорь Изман тоже у Франции Не знаю, насколько он тянет на статус суперзвезды Но по игре, конечно, это суперзвезда современного футбола Ну а Суарес? Суарес все-таки, наверное, звезда второго плана Но все равно звезда в любом случае В своем клубе звезда Но сыграл так, не броско, как весь Уругвай В принципе, у них два нападающих Когда один выбыл Каване Суарес стал тяжелой, и они тоже выбыли Я параллельно болел за Уругвай Но вот не удалось до конца доболеть все-таки Чемпионат получился таким, что победили звезды Которые командные звезды Не индивидуально яркие, а командные Вот самая такая... И Франция в этом плане поразила Это суперкомандная была команда Ну Хорватия тоже, опять же, да? И Хорватия с Модричем Модричем это вообще очень яркое впечатление Ну умница, человек хрупкий Внешне посмотришь Это вроде не футболист даже Не атлетичный Но такой умный и работоспособный Что просто восхищаешься Особенно это вот со стадиона Видно прекрасно Такой объем работы человек Слушай, ну я вот в сети В процессе чемпионата И после его там мониторил комменты Которые есть по поводу Месси И даже есть вот категория людей Которые пишут Ну, собственно, наверное, это все Наверное, это уже потихонечку закат Вот, знаешь, о чем хотел спросить? У них же были большие проблемы В сборной Аргентины А у них всегда проблемы Тренеры и так далее и прочее Во-первых, кризис поколения Просто игроков становится все меньше Я так понимаю, что там И что-то не так делают федерации Потому что на игроков мало становится Раньше там звезда на звезде А сейчас не с кого защиту собирать И да, и вот эта свистопляцка с тренерами Которые меняются И новый тренер ставил Слишком сложный футбол И его никто не понимали Там чуть ли не бунт открытый Возник на корабле Ну это позорище, конечно Слушай, ну если говорить простыми словами Получается, какая история Человек, ну в данном случае Месси Поскольку мы о нем говорим То, как он играет в своей команде Не в сборной, а в команде Он просто в сборной ему не с кем играть Так получается Именно так показать то, что он может сделать Во-первых, действительно Класс партнеров ниже Как ни странно, чем Барселония Во-вторых От него слишком многого ждут Вокруг него все строят Он не справляется с ожиданиями Все это приводит к давлению ненужному И, конечно, это вредит сборной Аргентины Тем более известно, что там сейчас команда Это круг друзей Месси Там сильных игроков даже не берут Есть и Карди, там нападающий Не знаю, кому скажет имя Но классный нападающий Лучший нападающий чемпионат Италии Его не взяли, потому что у него конфликт был Ну, потому что он Месси не нравится Слушай, а у него действительно Вот на самом деле Он обладает большим влиянием Чем главный тренер Нежели главный тренер Он, можно сказать, их сам тренирует Но так же не должно быть в принципе Не должно быть Это же абсурдная ситуация Происходит, что Месси возглавляет, можно сказать Совет игроков, который Говорит тренеру, что делать Ну, то есть авторитет прям Короче, некуда И поэтому, собственно, ничего не получилось И сам Пауль Это когда лучший враг хорошего получается Слушай, ну а сборная Бразилии Тоже ведь многие ждали от нее большего Кстати, там очень похожая проблема Но нет, там тренер У него авторитет сильный Да, там нет с тренером проблем Там тренер хороший Там командная игра Она, в принципе, качественная И я не согласен с теми Кто критикует Бразилию за этот чемпионат Она играла хорошо Слушай, ну вот как раз критикует В основном-то не сборную Бразилии Не как команду, а, конечно, вот Потому что весь этот шлейф, да И все эти вот 230 миллионов евро Весь этот пафос, да Его образ И вот он показал то, чего, в общем-то, не ждали В плохом смысле этого слова Он не сказал, что играл совсем плохо Но мне показалось, что он тянул Немножко команду назад В том плане, что она слишком Часто его задействовала Тогда, когда можно было задействовать Других футболистов И это немножко вредило командной игре Поэтому, конечно, ниже своих Все-таки результат могла достигнуть большего Слушай, я предлагаю все-таки О них перестать разговаривать уже У нас сейчас остается буквально 40 секунд Потом еще будет чуть позже больше времени Давай прямо сейчас для затравочки Вот самое начало у нас сейчас Чемпионат внутреннего по футболу, да Ну, совсем недавно стартовал Прямо сейчас ты можешь сказать В прошлом же году говорили С самого начала, что будет «Зенит» И были все уверены в этом Сейчас есть какая-то уверенность Вот задолго до его финала Я команду назову «Спартак» и «Зенит» Которые должны именно стать Кто-то из них должен стать чемпионом А потом, что называется, нежданчик Не может прилететь? А потом нежданчик может прилететь Как было в прошлом году, да? Да, конечно Друзья, напомню, у нас в гостях Корреспондент из Дальского дома «Спортэкспресс» Михаил Гончаров Две-три минуточки у нас небольшой перерыв И вновь в «Стране о спорте» Здесь, на телерадиоканале «Страна.ФМ» Оставайтесь вместе с нами Страна.ФМ и «Спортэкспресс» Представляют В «Стране о спорте» Лайв В «Стране о спорте» на телерадиоканале «Страна.ФМ» Продолжается Михаил Гончаров у нас в гостях Итак, Миш, мы хотели перейти все-таки Мы как-то посвятили сегодня слишком много времени Мировым звездам и мировому футболу Хотелось перейти все-таки к нашим футбольным делам Я предлагаю начать с «ЦСКА» То есть с простого вопроса Что там происходит с ними вообще? Это самая интересная история этого лета Потому что Просто «ЦСКА» в один Ну там за два месяца Не стало старого «ЦСКА» То есть там была Самая опытная команда в России Там играло столько звезд Там были крутые защитники Березуцкие братья Игнашевич Там был талантливый Головин Там был Надха, Мербом, сильные легионеры За одно лето Вся команда ушла То есть остался Акинфеев И остался Алан Загоев Все Миш, хорошо, отсюда вытекает Логический второй вопрос Почему все это произошло? Попросту У клуба, во-первых, не так много денег Чтобы обеспечивать дорогие контракты А во-вторых, многие футболисты Просто уже завершили карьеры Ну вот это как раз Игнашевич и Березуцкий Они просто ушли из футбола И Головина пришлось продать Чтобы погашать долг Который за стадион висит То есть стадион же в кредит построили Денег на новые трансферы Не так много Потому что все уходит на погашение И приходится покупать дешевых футболистов Или вообще брать свободных агентов И рисковать И ЦСКА начал чемпионат Именно чемпионат Суперкубок Он взял, конечно Все удивились Там как так Молодая команда, молодцы Но чемпионат начал он с ничей И с поражения Вот позавчера он приграл дома Ростову И уже болельщики паникуют Болельщики уже говорят Как так мы за лето потеряли команду И кто-то боится как бы теперь не вылететь Но я думаю до вылета не дойдет все-таки Потому что тренер хороший Гончаренко он остался Виктор Гончаренко отличный тренер Но тяжело будет Очень тяжело Слушай, ну не хотелось залезать В какие-то такие серьезные финансовые дебри Да, мы не будем это обсуждать Тем более, что мы не знаем на самом деле Как и что там происходит Но все равно ЦСКА это уже не команда никому неизвестная И в которой очень сложно найти Какие-то финансовые вливания Это же серьезный бренд Неужели никак? Они уже лет 6 Вот как начался кризис В связи с политическими вот этими событиями А у владельца Евгения Гимнера Бизнес был на Украине В Крыму сосредоточен Очень тяжелые времена начались Это тоже повлияло очень сильно Очень сильно повлияло Они уже 6 лет живут в режиме Жесточайшей экономии И то, что они до сих пор живут Надо перед ними шляпу снимать Потому что другой клуб Может быть так не смог Слушай, а если продолжать Финансово-футбольную тему У «Зенита» по-прежнему Так же все хорошо, как было в прошлом сезоне У «Зенита» и у «Сватака» лучше всех Они же в прошлом году Там у них с трансферной точки зрения Вообще все было очень хорошо Они же купили там все, что можно было Они же купили аргентинцев Правда, сейчас аргентинцы В итоге, наверное, играть и не будут Потому что вернулись из аренды Те футболисты, которых Предыдущий тренер Повыкидывал по арендам Они им были не нужны Сейчас тренер сменился Сергей Симакон вернул всех Там опять 30 человек в команде И вот сейчас разбираются Кто будет играть в новом сезоне Смотри, о чем еще хотел спросить Ты сказал, что фавориток сейчас Но предварительно, да Пока еще, поскольку времени много у нас Впереди вся зима, практически вся весна Две команды Это «Спартак» По составу сильнее всех Сейчас «Спартак» и «Зенит» На мой взгляд, это очевидно И вот мы говорили о том Что может к финалу Но все же может случиться Футбол, это же все-таки игра И вот темная лошадка Если может появиться Какая бы команда могла Ее в ее роли оказаться? Я бы присмотрелся к «Казанскому Рубину» Потому что и состав неплохой И тренер Курбан Бердыев В России его все знают Очень опытный И уже главным чемпионом становился В первый сезон он только вкатывался И сейчас второй сезон может дать результат Если бы вот темную лошадку Вы попросили назвать Я бы назвал именно эту команду Ну, то есть тройка выглядит может вот так, да? В финале? Нет, я думаю, локомотив может в тройку попасть Состав остался плюс-минус тот же самый И трансферы сейчас хорошее дело Тот же Смолов, скорее всего, перейдет Уже перешли Краховяк из Польши Хороший игрок И чемпион мира перешел к ним Хеведес 2014 года, правда То есть будет весело Слушай, еще небольшой прогноз От тебя хотелось бы У нас же Спартак завтра играет Да, это завтра будет Один из самых важных матчей Для Спартака вообще в сезоне Потому что от этого матча Во многом зависит От этого противостояния С греческим Паук Зависит Не только попадет ли Спартак В лигу чемпионов В групповой этап Ну и настроение на весь сезон Потому что если сейчас, не дай бог Вылетит, проиграют То в клубе могут такие Начать движения Что весь сезон на смарку пойдет Ну вот я хотел спросить Как раз о том Ты намекаешь на то Что если завтра Не дай бог к нашему несчастью К нашей нерадости Спартак проиграет То это может сказаться На игре Завтра первый матч только Во внутреннем чемпионате Будет очень сложно Паук это греться Греться это жаркие болельщики Плюс у Спартака Не будет своих болельщиков Запретили там Вы из-за старой истории Там были нарушения И просто закрыли Ну будем надеяться И желаем им конечно победы Я думаю все нормально будет Слушай, у нас заканчивается время Так как-то быстро все прошло сегодня Друзья, корреспондент Доседательского дома Спортэкспресс Михаил Гончаров Был у нас в гостях Миша, спасибо большое Приходи, будем ждать Еще поговорим о футболе И не только Меня зовут Влад Кутузов Друзья, тоже всем пока И до завтра Счастливо Редактор субтитров А.Семкин